Сегодняшнее аппаратное совещание ввел первый заместитель главы администрации Хасавертовского района Загир Гаджиш Баташев, где были рассмотрены вопросы сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта и социальной защиты. Традиционно в начале работы аппарата администрации и мероприятий, где принимали участие ведущие специалисты и заместитель главы администрации, информировал Мустим Али Султанов, управляющий делами администрации. Распоряжением сельской администрации и муниципального образования села Максок, исполняющим обязанности главы муниципального образования села Максок, временно возложенной на заместителя главы администрации по социальным вопросам на Шамбердинова Дайдбека Магомедовича. На период ноябрьских выходных дней было организовано круглосуточное джинерство в здании администрации и муниципального образования сельского района. Были определены 6 ответственных работников аппарата администрации на сутки по 2 человека. с 3 по 7 ноября текущего года. Дежурные ежедневно два раза в день до 12 и 16 часов докладывали об обстановке в районе ответственным работникам администрации главы правительства Республики Дагестан. Дежурство прошло без происшествий. 2 ноября в Центре традиционной культуры народов России муниципального образования Советского района состоялось торжественное собрание, посвященное столетию с дня рождения Героя России Исмаилова Абдухакима Исмаиловича. Перед началом мероприятия глава муниципального района и близкие родственники Героя России Абдухакима Исмаиловича возложили венки в память участникам ветеранам Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах в даме памяти и скорби ветерана. Джональд Чапиевич открыл работу торжественного собрания и отметил о важности совершенного подвига Абдухакима Исмаиловича как о национальном достоянии нашей страны. 2 ноября конференц в комнате администрации муниципального района по инициативе Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан и Министерства строительства и архитектуры ЖПХ Республики Дагестан состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи по вопросу создания электронной базы данных ФИАС под руководством заместителя начальника контрольного управления Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Онмаровой Марины Александровны. В работе совещания в режиме видеоконференц-связи принял участие заместитель главы администрации муниципального района Касимов Вакит Адельканович. 3 ноября в Центре традиционной культуры народа в России в муниципальном образовании СССР состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Народного Единства России. Участников торжественного собрания и жителей этого района с государственным праздником поздравил глава муниципального района Салав Джамблад Шахевич. В преддверии праздника Дня Единства Народов России и за безупречную деятельность по укреплению законностей и обеспечению эффективной судебной защиты и участия в общественной жизни граждан на территории муниципального образования СССР глава муниципального района наградил ордена за особые заслуги перед муниципальным районом председателя Касабиртовского районного суда Ибрагимова Султана Руслановича. Почетными грамотами муниципального образования СССР были награждены Камар Руслан Шамилович и Азидов Султан Азидович Сульки Касабиртовского районного суда. На этой неделе после обильных дождей возобновились осенние полевые работы Сосовь и Заметтина Ирисмиева, начальника управления сельского хозяйства. На 8 ноября посеяно 11 тысяч озимых. Продолжается уборка ириса. В хозяйствах района продолжаются осенние полевые работы. После продолжительных рождей на этой неделе приступили к селе о земной культуре и к уборке рисов и соседейших хозяйствах нашего района. На сегодняшний день сельского земной культуры пройдет на площади 11 тысяч гектаров, осталось еще 4 тысяч гектаров. Думаю, до 15 числа хозяйство района завершится сельского земной культуры. В прошлом году сель завершился числа 14 ноября. В этом году нам помогли погодные условия помешали. У риса в следующих хозяйствах района идет завершение уборка риса. Осталось 120 гектаров. В среднем урожайе составляет 43-41 гектара. Это чуть больше по уровню прошлого года. Но только цена на рис в этом году выпала на 3-4 рубля. Поцелились в прошлом году. Специалисты управления сельского хозяйства регулярно уезжают, контролируют проводимые в районе осемные полевые работы. Управление сельского хозяйства работает по плану. Никаких проблем. Сегодня начались занятия в школах. Все мероприятия проводятся своевременно, говорит Абдулла Абдуллаев, начальник районного управления образования. Все образовательные учения работают в штатном режиме. Состоялось совещание с руководителем образовательных учреждений о ходе подготовки о среднем условиях. Все образовательные учреждения получили паспорта готовности. Я думаю, что зимовать проблемы образовательных учреждений не будет. И на следующем совещании доклад для выступлений, то есть доклад такой. На прошлой неделе с Кушаром Агановичем принимали участие на совместном совещании Министерство образования и студии Дагестана, Министерство финансов и Росстанта, где обсуждали вопросы работы разных районов и городов из Юлии Дагестана по показателям выполнения мастерских указов президента Российской Федерации, доведение средней заработной платы до средней по экономике Республики Дагестан, а также отчетности в бухгалтерии образовательных учреждений районов и городов. Также, что можно рассказать подробнее в своей подчасти. Всем практически показателям Хасаверцовского района считали положительным, приятным, когда представитель Министерства финансов, начальник управления, она назвала первый Хасаверцовский район о том, что самые положительные, видные отчетности по всей сферам мы сдаем грамотно, своевременно и совместно с согласованным с Росстатом и Министерством образования и студии Дагестана. На прошлой неделе прошли по всех образовательных учреждениях праздники посвященных городов и единству России. И там были привлечения специалистов управления образованием и другие специалисты со стороны, где люди выступали, читали лекции о значимости этого мероприятия и воспитательную работу. Повышение квалификации прошли все руководители обладательного учреждения. Это исполнение письма главы Росулы Дагестан, а также выполнение квалификационных требований и также реализация профстандартов согласно закону об образовании. Положится мероприятие и Олимпиады, и другие мероприятия, а все это выставлено на сайт обозначенных учреждений. Сейчас не буду всех включать. Паспорт готовности. Готовы. Подписки получили. Да. У Рашидов. Все и пожарники, и все, и все. Прием граждан. Выезды врачебных бригад с села. Подготовка медучреждений к зимним условиям работы. Вот неполный перечень работ, о которых говорил Шахмагомед Дугужу, главный врач Центральной районной поликлиники. За истекшую неделю в поликлинике было всего 2388 посещений, из них детей 1024, 17 детей госпитализированного в ЛПУ. Диспансеризация определенных групп взрослого населения идет согласно плана. Подлежало осмотру за неделю 384 человек, и все они прошли обследование осмотра специалистов. Согласно приказу Минздрава РД об обеспечении амбулаторных больных наркотическими психотропными веществами, мы готовим помещение на первом этаже. У нас здесь специальное помещение для аптеки. На прошлой неделе у нас был Баган Далиевич, он приходил, посмотрел лицензионные палаты Минздрава, дал определенные указания, и мы сейчас над этим работаем. В ближайшее, отчаящее время уже завершили. Так, и скорая помощь осуществила 260 выездов населенных пунктов района, 36 больных госпитализировано. В прошлой неделе умерло за неделю всего 21 человек, трудоспособный возраст 7 человек. Так, эпидобстановка, эпидобстановка по району благополучно, регистрируются единичные случаи острых респираторных инфекций, острых кишечных инфекций, порог вирусных инфекций не превышает нормативы. По Ахосевтовскому району проведен комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения острых кишечных инфекций. Наблюдается небольшое повышение вирусов гепатита А. За неделю зарегистрировано два случая. Один случай Бараган-Гечу из Хаббела, другой случай Татрубей-Кала-Агаев. Но все контактные по дому, там это все контактные, делаются специальные мероприятия, противоэпидемические мероприятия. Все контактные обследования на печеночные пробы и маркеры на вирус гепатита А. Все серонегативные вакцинированы, за контактные проводятся медицинские наблюдения, ну и еще в течение 35 дней будем наблюдать. Все отделы ведут прием, говорит заместитель начальника управления социальной защиты населения Махтебек Махтебеков. Выплачиваются пособия некоторым категориям граждан. На следующей неделе управление социальной защиты работало в обычном режиме все отделы ведет прием граждан. По отделу детских пособий у нас за октябрь месяц поступили единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Все эти средства перечислены доставочным учреждением и в ближайшее время выплаты будут завершены. Что касается ежемесячного пособия до 16 лет, то средств у нас в сегодняшний день не поступало, тоже ожидается поступление, предпоступление естества также будут перечислены доставочные учреждения. По указу президента тоже у нас по сентябрь включительно отшислены выплаты при рождении 5-го, 10-го и последующего ребенка, трону, трону, тоже перед этой категорией у нас задолженности на сегодняшний день нет. По первоклассникам у нас на детей поступающие первые платы многодетных, малоимущей семьи поступило 220 заявлений полностью по октябрь месяце естества тоже направлены на отмиресовые счета. придется до сих пор прием, до 1-го декабря мы будем вести прием и тоже выплатим эти средства. Что касается ЖКУ, то у нас поступили федеральные категории за октябрь месяц, эти выплаты тоже у нас произведены, подаем базу и ждем отчеты. По отделу СБУ у нас также выплаты произведены по социальному погребению, по погребению реабилитированных лес. По кинтожеству информации представили Минтруд, задолженность по этой категории нету. У нас на той неделе состоялся выезд в селение Индреаул, участвовали в Великой Отечественной войне, Индерчиеву, Шаббат, Папович. Мы выехали от имени Министерства социального раздельства в Кидахистан и вручили 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Это совместно с главой села. Эту информацию тоже осветили, социальному массовому информации. И по ней тоже будет информация представлена в Минтруд. Также на этой неделе у нас ожидается вручение удостоверения участницы Великой Отечественной войны. Мы из села Новосельская тоже в торжественной основке выйдем вручим удостоверение. А так, проблем нет, текущая работа. О мероприятии, которые были организованы с участием работников отдела культуры, рассказал начальник Идрис Загалов. В районном центре культуры в Швейцарской арте приняли участие торжецам посвященных столетию во вторное рождение Абухакима Исмаилова. Победа на всех мероприятиях присутствовало около 350 человек. Также к одним народу единства был организован праздничный концерт «Единственная сила и мудрость Отечества», где охлаждение составило около 300 человек. А для работников участия культуры района с 1 по 4 ноября провели мероприятие в рамках празднования Дня народного единства. В середине Чари провели среди учащихся старших классов круглый стол на тему «Я, ты, он, она» вместе с «Дружбойная семья», где принял участие около 40 человек. В середине Асмайюр Народный ансамбль Ламанас организовал праздничный концерт для сельчан «У меня, ты, Россия, сердце одна», как сердце одна, на котором присутствовало около 150 человек, школьники, работники администрации, педагоги и просто сельчане. Также в середине Чари провели тематический вечер «Россия, Родина, моя», среди пятим-младшего школьного возраста, где присутствовало около 35 человек. Подробные мероприятия прошли более 23 учреждений культуры, во всех сельских библиотеках были организованы книжные выставки, проведения обзоров и беседей о историческом прошлом России. У нас всех клубных учреждений и познавательных мероприятий, конкурсов, учителями по пропаганде здорового образа жизни, такие как секрет здоровья, здоровый образ жизни – залог долголетия, нет – значит нет, сигареты – что? В настоящее время идет разработка методического пособия антитерической направленности помощь культурно-вособым учреждениям Центра традиционной культуры народа России нам место жить, нам мир беречь. В сборнике будут отражаться от тематических, художественных, сценаристических направлений, духовных, социально-полицейских взглядов подрастающего поколения, формирующих фантастические чувства. В МРП это очень много проведено, все отражения на сайте, всех перечитать не будем, вся работа идет нормально. Противопожарная система. Закончена почти, там осталось вывести. Не закончили, да? Да, да, вот сейчас почти закончена, можно сказать. В районе прошли соревнования по вольной борьбе, по мини-футболу. Эти мероприятия были посвящены к Дню Единства Народов, говорит Ахмед Исаков, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики. В районе прошли соревнования по вольной борьбе седнию юношей, посвященной Дню Единства Народов России. Длинное участие 178 человек соревнования прошли, организованные на хорошем уровне. Также на прошлой неделе прошел первый этап первенства решения по мини-футболу. Длинное участие 199-2000 годов рождения, посвященное Дню Единства Народов России. Приняло участие первого этапа прошел в трех зонах, на этой неделе появился второй этап. Также у нас 3-го и 4-го числа на базе турбе еще прошел открытое первенство по Союзу по МММ, это по единоборствам. Это посвященное Дню Единства Народов России. Приняло участие двух базов с юношей и старших юношей проводителей на МММ, это 20 человек. Падение участия нашей спортсменов в четвертой по шестой в Валерий Карказе прошел в международный турбе по Валерий Карказе на призы Олимпийского чемпионата Андиева. Из нашего района высыпали 5 человек, 4 человека стали призерами. Здесь 1-й, 3-й, 3-й, 3-й место и здесь еще нашли противный охрана. На прошлой неделе также прошел у нас с пятого мочинства в Балтугая прошел в Кизюк-Уск района в республиканский турнир по волейболу среди имущественной команды в Кубах энергетика принимали участие 8 сильнейших команд из Тагестана и наша команда Хасейовская района заняла первое место, второе – третий – Махачкар, третий – Каскад. И в выходные в эти тактики в Саракольский край Зинякомска проходила открытый троевой турнир по призон. Среди девочек предназначено мы уезжали 6 человек, 3 человека стали призерами. Наибух наше отбор. Камзатова и отбор. Сегодня проводится военно-спортивный мирармолчинец в районе в Саракольском районе проводимое обеспечение Министерства отдела малой республики. И с 10 числа у нас совместно с духовенством вместе проводится форум молодых спортсменов. Здесь Горя Горя Хасрик. В 6 часов пиано с духовенством района с возвращением в детстве спортсмен, трениров. В 6 часов вечера проведем тоже совместный работаем по плану форуму. Продолжаются выезды межведовственной комиссии по выявлению неформально занятых людей. Как информировал имам Тинкандауру, руководитель данной группы, на следующей неделе комиссия проверила торговые объекты селения Андрей. Из проверенных 33-11 подали заявки налоговой инспекции. В прошлой неделе продолжали работу поселения Андрей, где было в прошлом проверено 33 объекта. Из них на данный момент на налогу в учет поставили 11 объектов предпринимательства. Составили на протоколах более 8 протоколов и всем не регистрировано выписано уведомления. Также ранее на прошлой неделе, которую оповещали, обзванивали, вчера вызывали. На этой неделе еще должны исполнить потенциал. По данному силу еще полностью не завершен. Будем работать дальше тоже. Один из сюжетов не плохо зависит. Также о работе в своих учреждениях говорили Руслан Чараев, главный специалист отдела по обращениям граждан, он же ответственный за введение сайта администрации, Бушали Магомаев, начальник финансового управления, Рустам Гусейн, начальник отдела опеки и, как отметил представитель отдела МВД Российской Федерации по Хасовецовскому району, на встречней неделе в районе заинвестировано одно преступление и оно раскрыто. На аппаратном совещании были рассмотрены другие вопросы, также были обозначены задачи на текущую неделю.